Меня зовут Мария Нинашева, я являюсь руководителем проекта 1С и как текущим консультантом аналитикам 1С по документообороту, электронному документообороту, управленческому учету. Сегодня с вами компания Кадерлайн. Подробнее о теме нашего вебинара, что мы сегодня будем смотреть и для чего, собственно, мы это будем смотреть. Договор ИТС есть практически у каждого пользователя программы 1С, кто пользуется соответствующей версией программы, но не каждый знает возможности этого договора. То есть, знаете, как уже привычкой стало, ну ИТС, ИТС, ну надо продлить ИТС, ну нужно вот, он обязательно и все. А сам состав договора очень часто пользователи не знают, клиенты не знают. Получается так, что они, не зная состав своего договора, идут и повторно оплачивают те же самые услуги, которые у них, по сути, уже оплачены, которые есть и в котором есть куча всякого материала, как учебного, так и справочного. И может подсказать их партнер, как это все настроить, сделать и использовать, а они идут в другие обслуживающие организации и платят за это деньги, немалые деньги. И настраивают сторонние какие-то сервисы, пытаются интегрировать это все с 1С, и получаются лишние ошибки, лишние проблемы с этим всем, и деньги, конечно же. Вот именно поэтому родилась такая идея сделать упорное сервис на ИТС, рассказать об этом договоре, что же это такое, для чего оно используется и кто его может использовать. И что вам, собственно, должен ваш партнер предоставить в объеме этого договора ИТС. Итак, приступаем к изучению нашего первого вопроса, в каких случаях вообще кому нужен договор ИТС и когда он требуется. Когда вы приходите, ну, наступает какой-то определенный момент, когда вы понимаете, что ваш бизнес нужно автоматизировать, либо там ввелся учет в какой-то Excel системе, либо бывает там отчетность в СБИСе сдавали, или в какой-то другой системе сдачи отчетности, при этом полноценный учет не ввелся. И встает вопрос, где вести свой учет организации, либо новая организация создается. В этот момент клиент приходит куда? Клиент приходит в компанию франчайзи и говорит, мне нужна 1С. Менеджер спрашивает, что должна уметь 1С, то есть какой функционал выполнять. Все вы это, скорее всего, проходили, составляет там перечень, спрашивает, сколько пользователей будет работать, какие контуры нужно автоматизировать, как планировать внедряться. И вам предлагают, вам нужна вот такая-то программа, допустим, 1С бухгалтерия, версия проф. И клиент в этот момент вообще не понимает, что значит версия, что значит проф, какие это несет последствия. Вот в этот момент, этот момент можно сравнить, как вы пришли в магазин и говорите, мне нужно ехать. И вам говорят, ну, вы можете взять велосипед и ехать на нем, 1 сесть за руль и ехать. Ну, максимум, что там сумочку на багажник можете поставить и ехать, вот он без рамки, вот такой вот, но ехать-то можно. Либо вы можете купить автомобиль семиместный, посадить семерых людей и ехать долго и счастливо, включить кондиционер, и у вас будут все удобства в этот момент. Но если вы не планировали семерых возить, то, конечно, вам велосипеда хватит. Если вы планировали все-таки все вместе ехать, то машина, то же самое это программа, базовая версия и проф. То есть если вы хотите работать, чтобы у вас работал один пользователь, то есть, допустим, маленькая компания, и там работает, по сути, один бухгалтер, и потом отчетность дает руководителю, то им не нужно вам больше программы, тогда это базовая версия. Например, на слайде сейчас приведено отличие версии программы именно базовой и проф. Сейчас дальше станет понятно, для чего именно в рамках этого вебинара мы рассматриваем базовую проф-версию. Скажите, видно слайд базовая проф-версия? Плюсики в чат. Вот здесь основное, что нам важно, основное важное, что базовая версия, ее нельзя изменять конфигурацию, то есть там какие-то дописки нельзя делать, функционал менять, нельзя печатные формы менять, то, что есть, то, что есть, то и есть, нельзя там какие-то механизмы внутри, логику менять, то есть вы берете и просто работаете. Нельзя работать нескольким людям, то есть она однопользовательская, сидит человек и работает. Если нужно, чтобы другой сел, нужно одному стать, уйти, другому сесть и работать. Также нельзя вести в одной базе сразу несколько организаций, то есть если у вас несколько юридических лиц, это может быть неудобно, но это в зависимости, опять же, от ваших процессов, нужно понимать, подходит вам это или нет. Ну и другие моменты, это территориальная распределенная информационная база не будет работать, невозможно в базовой версии. Веб-клиент невозможен, помп-соединение, интермейс-сервер невозможен, то есть это уже не настолько явные моменты, которые важны здесь. Самое главное, сразу понятно, сколько пользователей. Вот базовая версия самая простая, вы просто ее покупаете, устанавливаете, все обновления дальше, они происходят у вас бесплатно. Что такое обновление, особенно это вот ярко видно на бухгалтерской программе, когда у нас выходят новые формы отчетности, новые алгоритмы отчетности, то все изменения в законодательстве нужно сразу отразить в вашей программе. Вы же подаете оттуда отчетность, вы ведете учет в соответствии с законодательством, поэтому ваша программа должна сразу же отразить те требования, которые законодательно к нам приходят. И обновления, разработанные разработчиками 1С, они как раз-таки отвечают требованиям вот этого запроса, чтобы у вас программа отражала новшества, которые введены в рекучете, допустим. Ну и плюс еще функционал, который добавляет возможности вашим пользователям удобства, функциональность, то, что разработала 1С и внедрила в новые релизы программных продуктов, они к вам приходят вот как раз-таки с обновлением. Вот в базовой версии все обновления вы получаете бесплатно, вам просто нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале ИТС и добавить туда свои программные продукты, ну и соединить свою программу с порталом, чтобы у вас была возможность эти обновления получать. Ну, собственно, никаких дополнительных договоров вам для этого не нужно. Если нет консультации, вы туда можете обращаться и все, просто использовать свою программу. Ну и переустанавливать вы ее можете три раза, тут есть ограничения. Вот. Что у нас есть профверсия программы? Это уже расширенные возможности, то есть вы можете работать, можно докупать клиентские лицензии и работать с большим количеством людей. Сколько у вас пользователей есть, это требуется для больших компаний. и очень широко используется. Эти программы можно видоизменять, то есть дорабатывать их, функционал менять, но при этом стоит учитывать, что обновление уже будет происходить особым образом и уже не получится просто автоматически обновиться. Вот. Можно использовать в одной базе, вести несколько организаций, можно РИП использовать, распределенную информационную базу, комсоединение, веб-клиент. То есть все эти возможности уже будут доступны. При этом нужно понимать, что вы уже пересели с велосипеда на полноценный автомобиль, многоместный. И этот автомобиль нужно содержать. То есть нужно не только менять колеса в зиме и проверять всякие там расходники, масло и все остальное, а нужно еще оплачивать страховку. Ну, вот яркий пример, которому можно прямо аналогию привести, это договор страхования. Как бы вы же можете сесть и поехать на машине, если у вас нет договора страхования. Сели и поехали. При этом договор страхования, он обязательный. Скажите, кто ездит на машине или кто-то в семье ездит на машине, а то, может, я какой-то неудачный пример привела, чтобы понимать, что отражает он то, что вы знаете, ту область, которую знаете. Напишите, да, чатик, если каким-то образом связан с машиной, у кого-то есть машина, знаете, что такое договор страхования сталкивались. Ну, вот вижу первое. Да, знаем. Все, отлично. Вижу. Обычно этот пример, да, и привожу. То есть, в принципе, машина может поехать. В принципе, ваша программа, которую вы купили, проф-версии, вы можете ее установить, запустить, наполнить данными. Она у вас будет работать нормально. Ну, первое время нормально. При этом, пока вы не подключите, ну, не заключите вот этот договор ИТС, вот сейчас мы плавно переходим к договору ИТС. Мы к нему плавно переходим. Вот. Пока вы не заключите, не подключите договор ИТС, у вас программа, она живет, ну, как бы сама по себе, без поддержки фирмы 1С. И вот в этот момент никто за нее не отвечает. То есть, никто не отвечает, что там с вашей программой происходит. Что вы там, ну, допустим, вы из нее там пытаетесь какую-то отчетность вывести, потом куда-то отправить. А за формы эти, которые вы выводите, по сути, никто не отвечает совершенно. Особенно, если вы там что-то пытаетесь видоизменить. Вы не можете обратиться официально ни к одному партнеру, который сотрудничает с фирмой 1С. Потому что, ну, как я тоже привожу пример, обычный мешок денег поставь на порог франчайзи-партнеру 1С, и вас никто не обслужит, даже не посмотрит на вашу программу, пока не увидит договор ИТС. Как вообще понять, есть у вас договор ИТС или нет? Ну, вот, допустим, там бывает, приходят новые сотрудники в организацию, обращаются с проблемой, ну, там, поменялся состав. И они говорят, вот у меня тут не работает, помогите мне, пожалуйста. Мы спрашиваем у них, а у вас есть договор ИТС? А мы не знаем. Вот идентификация вашей программы, она идет по регистрационному номеру программы. У каждой программы есть регистрационный номер. Вот если у вас вообще нет регистрационного номера, вы знаете, вы не знаете, вы вообще не докажете, что ваша программа лицензионная. Это лицензионная политика Одинесса, тоже вопрос туда. То есть, если у вас нет рег номера, нет программы. Изначально его нужно обязательно найти, его и обязательно нужно хранить, чтобы он у вас был. Ну, иногда он введен в саму программу, часто бывает, что вы не ввели в программу и там не опознаешь ее, особенно если нет включения к личному кабинету, и там ничего нет. В общем, бывают такие ситуации, поэтому лучше, если у вас есть в доступе конвертик желтенький, когда вы программу покупали, либо какая-то документация, еще ее лучше сохранять, в документах организации хранить, потому что, по крайней мере, вы сможете в конце найти, потом восстановить, какая у вас программа и какой у вас риф номер. Вот договор ИТС, он привязан к регистрационному номеру. Как выглядит проверка договора ИТС. Я даже сейчас покажу слайдик, как это вообще выглядит. То есть, если у вас есть регистрационный номер, вы можете всегда зайти на сайт 1С и вот в таком окне, введя свой договор, свой регистрационный номер, посмотреть, есть ли наличие договора ИТС. Но, к сожалению, я не подготовила этот номер, не знаю, получится ли. вот так. Ну, во-первых, он... Ну, вот, видимо, какой-то номер 1-1-1-1 где-то в базах существует и он определяет ее как, наверное, базовую версию. То есть, если вы введете регистрационный номер базовой версии, он у вас напишет, что для данной программы ИТС не нужен. Если вы напишете регистрационный номер программы, где он нужен, то вам напишут, что договор требуется и, допустим, он заключен, он существует, договор. То есть, мы проверяем, даже если вы заключили договор где-то в другой фирме, мы, по крайней мере, можем вас обслужить. Ну, любой франчайзи-партнер может обслужить вас. Если написано, что регистрационный номер договора ИТС не заключен, мы даже не имеем права прикоснуться к вашей программе, даже посмотреть, как бывает часто, ну, хотя бы просто посмотрите, что там, чтобы мы понимали, стоит ли нам вообще платить. Это нам сейчас сначала оплатить ИТС договор, потом оплатить ваши услуги вот за проблему. Мы еще не знаем, стоит того или нет. Ну, к сожалению или к счастью, мы даже посмотреть на вашу программу не можем, пока мы не увидим, что на вашем регистрационном номере заключен договор ИТС. вот есть вот такая особенность. Что же это такое договор ИТС? Это договор комплексной поддержки, который компания 1С оказывает вместе с официальными партнерами. Есть особенность такая, вот тоже бывают такие моменты, когда приходят к нам клиенты, говорят, вы посредники, я пойду в сам 1С. куплю, там может дешевле, но 1С продает через свою сеть франчайзи партнеров, поэтому в любом случае покупать вы придете к партнеру, и вот эта услуга поддержки, она комплексная, она распределена по составным частям между, ну, нагрузка вот этого обслуживания между франчайзи-партнером и самим 1С. То есть по каким-то вопросам вы будете обращаться именно в сам 1С, а по каким-то вопросам вы придете в обслуживающую компанию франчайзи-партнер. При этом франчайзи, он, любой франчайзи-партнер действует по правилам, которые диктует разработчик, то есть 1С, то есть эти правила все регламентированы, и в любом франчайзи-партнере по крайней мере минимальный набор поддержки вам обязаны оказать, потому что это условия 1С. Главное понимать этот минимальный набор и уже выбирать там, где компания-партнер готова оказывать сервис своему клиенту и что-то сверх этого минимального уровня предложить. Вот. Кто может заключать договор ИТС? Договор ИТС заключает собственник программного продукта, причем вот то, что мы с вами проговорили, есть, вернемся, базовая версия и профверсия программы. Вот для проф, для машины, для нашей большой, многопользовательской, мы обязаны заключить договор ИТС, а вот для базовой версии мы не обязаны, но при этом, учитывая, что там наполнено, помимо, договор наполнен, помимо обновлений, доступа к обновлениям, еще и другими сервисами, мы имеем право заключить договор ИТС по своему желанию. То есть, если вы понимаете, что вы всеми этими сервисами будете пользоваться, и вам дешевле приобрести договор ИТС, чем набирать эти сервисы, отдельно каждый покупать, то вы можете спокойно попросить прийти к партнеру и сказать, я хочу купить договор ИТС комплексной поддержки, и для базовой версии он точно так же будет оказываться. То есть, все сервисы, которые возможно оказать из договора ИТС на базовой версии, все они будут подключены, все они будут обслуживаться, поэтому это вопрос математики, нужно сесть просто и посчитать, как вам выгоднее сделать. Так, итак, что у нас входит в договор ИТС? Что вы получаете, когда его заключаете? Это, первое, легальное обновление программ. Второе, это информационная система. Это такой желтенький сайт, где всякие-всякие сервисы информационные. Так, я, наверное, его не открыла предварительно, но мы с вами его посмотрим. и третье, это сервисные и консультационные услуги фирмы 1С. То есть, это тот набор как раз-таки сервисов, которые включаются и могут быть включены, настроены в вашей системе. И это линия консультации, с которой вы, скорее всего, сталкивались или слышали. Вот так, про возможность обслуживания я сказала. Легальное обновление только при наличии ИТС. И то, что вы, в принципе, можете своей программой пользоваться, как бы установить, включить и там, вести какой-то учет, чего-то там делать, вы можете и без договора ИТС. То есть, у вас компьютер не взорвется, не сблокируется, ничего не случится. Так, далее идем. Понятно здесь или есть какие-то вопросы? Если идем дальше, то пишите идем. Если вопросы, то пишите там вопросики, чтобы я понимала, что что-то непонятно. Хорошо, идем дальше. Так, далее у нас сама поддержка ИТС, ну, как бы тоже клиенты приходят, дед разный, у кого-то есть свой штат программистов, сотрудников огромный, и там куча систем, с кем-чего она интегрирована, есть маленькие компании, которые, ну, там, три человека работают, профверсии, но все-таки это три человека, и особо ничем не пользуются. И там бюджеты тоже совершенно разные, направленность организации тоже совершенно разная, поэтому, исходя из того, какая у вас организация, какая у вас, по какой программный продукт, какие потребности, когда вы приходите к партнеру и говорите, мне нужен договор ИТС, ну, обычно, прямо, когда вы программу покупаете, вам сразу продают тот договор ИТС, который идеально подходит для программы, но если вы приходите уже с готовой программы, то вам предлагают, вот подбирают, здесь я вывела список, ну, которые бывают, пакеты сервисов, виды договоров основные, при этом, вот все это мы сейчас прям подробно рассматривать не будем, потому что есть, ну, допустим, ИТС бюджет проф, это тот же ИТС проф, ну, то есть, с направленностью специализированной организации, там есть какие-то специфичные документы, какие-то специфичные надстройки, которые именно для этой сферы деятельности, они заложены именно в сам программный продукт, где-то бывает этот ИТС чуть дороже, потому что там объем обновлений больше, объем самой программы больше, вот поэтому подбирать самостоятельно не всегда правильно, ну, я бы сказала, лучше всегда прийти в организацию все-таки, которая профильно этим занимается и прекрасно понимает, чем отличается один ИТС от другого и четко вам скажет, что, допустим, вот здесь вам подойдет стандартный ИТС, а вот здесь вам нужно будет ИТС какой-то надстройка, пусть он там чуть-чуть подороже, но этот вопрос не в цене, а в том, что вы функциональность потеряете, поэтому в любом случае вам нужно будет лучше обратиться все-таки сначала к партнеру и говорить качественно о том, какой же ИТС вам нужен, какой у вас программный продукт. Вот тот слайд, который я вам хотела показать, вот проверка наличия договора ИТС, но мы уже посмотрели просто в браузере это выглядит. Что мы рассмотрим сегодня? Все договоры ИТС, все виды договоров ИТС, они по сути сводятся к основным двум. Ну, Корп мы сегодня не рассматриваем, наша задача рассмотреть сегодня проф и техно. Корп это отдельная тема, не такая частая и для крупных организаций там есть свои нюансы по ИТС, поэтому мы сегодня рассматриваем ИТС проф и ИТС техно. ИТС, ну, то есть, когда мы приобретаем программу, вот тут не путать, есть программы базовой версии и версии профессиональной. Когда мы уже купили программу и приходим покупать ИТС, сам договор, вот сами виды договора есть проф и техно. Ну, по крайней мере, когда я пришла работать в Одинэс, для меня вот этот момент, он сразу там на первых порах бросился в глаза, я начала путаться. Там проф и там проф. Вот тут стоит разделить. Есть профессиональная версия программы, многопользовательская, когда у нас многоместная машина, это одно дело. А когда мы уже машину купили, мы приходим за договором, у нас есть ИТС проф и ИТС техно. Раньше когда-то основное отличие этих договоров было в том, что в ИТС проф вам само обновление, вот сам процесс обновления, он происходил с помощью сотрудников партнера, то есть к вам приходил специальный человек, специалист, который производил обновления, либо по удаленке, но на тот момент еще по удаленке редко чего-то делали, чаще было, наверное, когда приехал человек, подарил сюрпризы, подарки ежемесячные и обновил программу, объяснил, какие обновления в этом месяце, произошли какие изменения и произвел само обновление. ИТС техно это когда у вас есть просто в личном кабинете доступ к обновлению и все, вы самостоятельно туда заходите, берете эти обновления, ну, как было раньше, это обычно вот продвинутые крупные компании, где были свои технические специалисты, они приобретали ИТС техно и пользовались им, а ИТС проф брали те, кто самостоятельно не умели обновлять программу, либо, ну, допустим, на это время не считали целесообразным уделять время своих сотрудников, считали, что дешевле, чтобы пришел специалист и это самостоятельно сделал. Вот, то есть, первое, что входит в договор ИТС, это обновление. В ИТС проф и ВТС техно и там, и там неограниченное количество распределений, если будет 20 обновлений, то доступ к этим обновлениям будет постоянный. То есть, если у вас настроено автообновление, оно все будет автообновляться. Если ручное, то просто вручное нужно взять и обновить. Все доступы у вас будут присутствовать к каждому обновлению оперативно. Далее, линия консультации фирмы 1С. Здесь важно понимать, что вероятно вы сейчас, ну, если вы сейчас, а кто сейчас, у кого сейчас есть договор ИТС, напишите проф или техно в чат, чтобы я понимала. Вижу вопросик, сразу отвечу для базовых версий, которые бесплатно получают обновления. Ну, если вы хотите, чтобы специалист помог вам обновить руками, то у вас нет никакого договора, вы можете почасовую какую-то работу купить и вам ее сделают. Либо на линии консультации обратиться, есть инструкции, есть на линии консультации подскажут, как сделать. То есть вы же не оплачиваете чью-то работу по обновлению. У нас к счастью, люди бесплатно не работают. Наверное, к счастью этих людей. Дмитрий пишет проф, у остальных коллег видимо нет ПТС. Хорошо. Линия консультации. Как это выглядит, тогда подробнее расскажу. Линия консультации есть у фирмы 1С, у разработчика. То есть это выделенный официальный номер телефона, есть определенные правила, по которым принимаются заявки в 1С, сроки обработки, и эти условия предоставляет именно фирма 1С. При этом партнеры фирмы 1С, такие как мы, Кадерлайн, мы официальный франчайзи партнер 1С, компания Кадерлайн, мы можем поставить сверх этого условия еще возможность дать нашу консультацию, как мы это делаем. То есть фирма 1С, она большая, далекая, где-то далеко, вы напрямую с ней не контактируете, а мы с вами контактируем постоянно и по всем вопросам. Конечно, мы вас любим, ценим, 1С тоже, конечно, ценит, любит, но мы с вами лично постоянно общаемся. Конечно, мы хотим как можно больше сервис дать. Мы ведем еще дополнительно к линии консультации 1С, еще свою линию консультации. Каждый партнер устанавливает свои правила, какой объем сверх линии консультации 1С он может дать. Вот мы предоставляем линию консультации в объеме полутора часов в месяц бесплатно, без дополнительных оплат. Вот сколько вопросов будет. Бывает просто вопросы спросить, ответить пять минут одно дело, другое дело, когда когда нужно серьезную консультационную аналитическую работу провести. В рамках полутора часов мы предоставляем без дополнительных оплат линию консультации. Связываемся мы по 1С Connect, то есть когда к нам приходит клиент, мы его сразу подключаем, показываем, вот линию поддержки, можешь писать сюда, и мы уже закрепленный специалист отвечаем на вопросы. Это удобно, потому что кому-то многим так более удобно, потому что бывает, когда вопрос не могут решить на линии консультации, мы сразу это понимаем, оперативно реагируем, может, какую-то более глобальную работу нужно провести, и уже идем в какую-то другую услугу, начинаем анализировать, и у вас получается, вы звоните в одно место и сразу все получаете. Это у нас был раздел доступ к официальной поддержке, вот что относится к 1С, когда у вас договор техно, то вы получаете один раз в месяц вот эту услугу, линию консультации от 1С, мы предоставляем свою линию консультации только в ТС-ПРОФ, вот в ТС-ПРОФ обращение на линию консультации ИТС, оно не ограничено, то есть вы можете обращаться сколько угодно раз. Далее, следующий раздел, который входит в договор ИТС, это услуги партнера, то есть те услуги, которые в принципе возможно получить, кстати, линии консультации партнера, я ее уже озвучила, те, которые можно получить в составе договора ИТС, вот услуги партнера ИТС Техно может быть предоставлена линия консультации, но в нашем концепте мы не предоставляем, мы только в ТС-ПРОФ предоставляем, но как бы 1С это не запрещает, но я пока, честно говоря, не особо встречала, где консультируют в договоре Техно, там все-таки идет платный, можно платно получить какие-то консультации, вот то, о чем говорится и вот дальше, то есть все-все услуги, которые остальные, настройка база, там консультации по учету, консультации по обновлениям, тестирования, там все-все-все касательно и типовых, и нетиповых конфигураций, это все полностью будет платно по тарифным планам партнера, при этом вы можете к партнеру к любому обращаться, то есть у вас может быть ИТС одного партнера, а прийти за услугой заплатной, вы можете к любому другому партнеру, так очень часто получается у нас, где-то сопровождаются клиенты, потому что там когда-то давно заключили договоры, уже там даже честно говоря не помнят с кем у них договор ИТС, при этом фирма может не специализироваться допустим на разработке или там на конституционных услугах, они чисто на ИТСе, там специализируются на каком-то небольшом сопровождении, а за комплексной разработкой, комплексными консультационными услугами или там проектными какими-то услугами клиент уже приходит к нам как к купному интегратору и мы конечно же можем обслуживать, потому что есть текущий договор ИТС. Хорошо, так, что в этом блоке входит в услуги партнера, если у вас договор ИТС проф. Это ежемесячное обновление согласно типовым условиям сопровождения. Что такое типовые условия сопровождения? Это когда обновление одной базы, то есть если у вас более одной базы, то это уже будет за дополнительную оплату, то есть тут нужно оценивать объем баз, сколько будет затраты на обновление ваших баз, возможно проще сделать автообновление и потратить максимум полтора часа в месяц, которые даются, потратить их все-таки на консультационные услуги, а не на техническое обновление, такую работу, которую можно выполнить автоматически, не целесообразно ее выполнять вручную. Далее однократно при начале сопровождения вам настраивается доступ к интернет-версии систем, информационные системы, ИТС к порталу, ну и обучение как использовать ИТС, как использовать как в портале, чего посмотреть, как туда вносить данные, в общем, чтобы пользователь мог владеть тем, что у него есть. У вас есть договор ИТС, вы должны понимать, куда посмотреть, чтобы увидеть объем этих услуг, куда посмотреть, чтобы понять, что вы можете самостоятельно подключить, а что вы не можете, зачем нужно идти к партнеру, понять, как обратиться к своему партнеру, если у вас какой-то вопрос возник, то есть чтобы после первого визита, после первого общения со специалистом у вас было полное понимание всех ваших действий, где у вас чего хранится, где у вас чего записано, куда чего связано, что у вас все работает. Это однократно при начале сопровождения, то есть если вы хотите у вас поменялся состав и вы хотите полностью инструктаж где-то в течение договора, то это нужно согласовывать, то есть конечно основные моменты и так можем подсказать, но комплексное может конечно лучше обучение провести дополнительно. Ознакомление с сервисами, которые у вас текущие и которые новые появляются нередко, особенно сейчас каждый раз заходишь на портал ОТС, там видишь количество сервисов, уже глаза разбегаются, какие-то новые в тестовом режиме бесплатно подключаются, потом становятся платными за дополнительные деньги, какие-то остаются бесплатными и мы каждый раз проговариваем, что вот такие сервисы у вас есть, мы их можем подключить, предлагаем подключение, либо объясняем, как это подключить самостоятельно. Ну и конечно же далее мы можем оказывать дополнительно за дополнительные суммы уже отдельные услуги, бывает так, что мы приходим обновлять или консультировать по какому-то вопросу, на линии консультации всплывают какие-то еще проблемы там в учете, при сдаче отчетности обычно, это вот период сдачи отчетности очень много проблем выплывают и мы можем оперативно среагировать и оказывать услуги. Дополнительно электронный журнал Бух 1С, электронные книги, аудио-видеозаписи получает клиент при наличии ТС-ПРОФ, ну вот выпуск журналу он предоставляется и когда проф, и когда техно, а вот электронные аудио-видеозаписи книги это уже предоставляется только когда НТС-ПРОФ. Вот выпуск журнала, я не знаю, помните ли те времена, когда специалисты ездили, развозили такие желтые журналы, они лежали просто везде, на каждых столах, помню, в каждом кабинете бухгалтерии чашечка кофе обязательно стояла на этом журнале, он был безумно популярный, и вот период пандемии, конечно, перевел у нас на электронную версию этого журнала. Участие в подарочных акциях, зима подарков 1С-ТС, лето подарков 1С-ТС. Вот я помню, тоже у меня клиент был, у которого вся стена была стена ИТС, бухгалтерия, то есть там увешаны на каждую акцию, в период этих акций и мы анонсируем, и на информационной системе, в личном кабинете приходят информационные оповещения, что начинается, стартует акция, там всякие, там начиная от пледа, полотенца, фенов, чего там только нет. Вот, поэтому ВТС-Проф клиенты тоже получают возможность участвовать в этих акциях, они несменные и проходят каждый сезон. Так, и приходим к самому интересному, на мой взгляд самому интересному, это состав тех сервисов, которые возможно подключить вашей программе 1С и которые возможно использовать, потому что вот тут как раз-таки очень-очень большая разница между договором ИТС-Проф и ИТС-Техно. Раньше, когда сервисы были не так популярны и не так подключаемы, ну, почему-то не уделяли им столько внимания, наверное, рынок был не такой еще цифровизованный, продвинутый. Сейчас это, наверное, основной момент, поэтому даже базовые клиенты с базовыми версиями программы 1С чаще-чаще приобретают ИТС-Проф. Сервис 1С Контрагент, он, наверное, максимально популярный, даже те клиенты, у которых ИТС-Техно, на пике того, что они докупают дополнительно, это 1С Контрагент. Кто пользуется сервисом 1С Контрагент или знает, что это такое, да, напишите в чатик. Пока не вижу сообщений. Знаем, все, слава богу, не уснули. Это хорошо. Вот, то есть это автозаполнение контрагентов и досье контрагентов. Кстати, не всегда используют досье контрагента, обычно автозаполнение все помнят, а досье контрагента нет. То есть это как раз то, что вы вводите ИНН, нажимаете на кнопочку, и у вас все реквизиты заполняются, это вот как раз таки оно. Сейчас попробую, если у меня получится приключиться на сайт ИТС, у нас просто проблемка была, ошибку выдавала. Вот, кстати, описание всех сервисов вы можете найти на портале ИТС, если вы войдете в свой личный кабинет, я сейчас не вхожу, потому что у меня личный кабинет по-другому выглядит, у меня личный кабинет партнера, а клиента я не хочу вам показывать, честно говоря. Поэтому мы смотрим сейчас общий сайт портала ИТС, если вы хотите, ну, если вы входите под своим логином, паролем, вы оказываетесь в своем личном кабинете, там видите свои программные продукты, свои договоры, ну, и все сервисы точно так же в принципе можете открыть, то есть вот описание сервисов, оно у вас будет точно такое же. Вот у нас описание 1С контрагент, мы здесь можем видеть цены, чтобы оно было наглядно, сколько это стоит, то есть 7200 автозаполнений контрагентов у вас будет, если у вас договор ИТС проф. Это и в карточке контрагентов и ваших обычных контрагентов и проверка реквизитов инспекции ФНС. Знаете, это тоже бывает проблема, когда куда-то не туда ушло, реквизиты неправильно забили, реквизиты поменялись, а мы не проверили, не знали об этом, у нас такие моменты случаются, до сих пор даже случаются. Адресат заполняет и досье контрагентов. Досье контрагентов сейчас очень актуально, потому что ситуация у нас такая в стране, что, к сожалению, многие компании закрылись, либо находятся в зоне риска, поэтому вот есть риск напасть на контрагента, попасть на контрагента, которые неблагонадежные, а вот сервис вам, конечно, может в этом помочь и стоит этим пользоваться в любом случае. Так, вернемся к нашей презентации. в составе договора ИТС Техно этот сервис вы не получаете, то есть здесь нужно будет уже покупать его дополнительно и стоить это будет вот я там сейчас покажу вам 3 500 рубля это безлимитно и 4 800 это на 12 месяцев. Здесь также идет объем 7 200 обращений автозаполнений и 360 отчетов по досье контрагента. Так, по сервису 1С контрагент понятно? В чате можете написать? Ага, так, да, да, ну, это очень популярный сервис, поэтому я думаю, что многие с ним сталкивались. Далее приходим к сервису 1С отчетности. Вот очень-очень интересный момент сервиса 1С отчетности, он крайне популярен, все мы давно уже сдаем отчетность электронно и при этом кто-то умудряется идти, приобретать дополнительно этот сервис в других внешние какие-то инструменты сдачи электронной отчетности, не 1С отчетность, не используя внутреннюю вот эту возможность 1С отчетность. Что у нас, какая возможность есть? В ДЭСПРО входит сдача, включение сдачи отчетности от одного юридического лица, то есть это либо индивидуальное предприниматель, либо юридическое лицо и неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи отчетности ФНС используется. В ДЭС Техно вы можете приобретать лицензии 1С отчетность, причем вот я намеренно сейчас стоимость не говорю, стоимость варьируется в зависимости от того, сколько у вас юридических лиц, от того, какая форма юридического лица, то есть это индивидуальные предприниматели, это ООО, там какие-то есть еще особенности по сдаче отчетности, которые важны и от чего рассчитывается стоимость итоговая сервиса. В любом случае на одну организацию, на одно юрлицо сдача отчетности бесплатно входит состав ТСПО. Так, приходим к сервису 11 электронный документ оборот. коллеги, слышно меня? Видно? В чатик напишите, пожалуйста, видно, слышно? У меня изображение пропало. Все, значит, все появилось. Хорошо. Отлично. Далее переходим к сервису 1СИДО, TaxCom. Этот сервис набирает просто огромные обороты, очень сильно выросло покрытие этого сервиса. В последнее время все связано с тем, что все автоматизируется у нас, и государственная политика вся уходит в электронный документ оборот. Первая волна это была, конечно, с отчетностью, когда мы все пришли на отчетность, это тоже своего рода ИДО, и теперь вот идет волна электронного документа оборота, 1СИДО тоже претерпел очень сильные изменения в своем функционале и в пользовательском интерфейсе стало гораздо удобнее и отвечать требованиям, наверное, современным, те, кто пользовался с самого-самого начала электронного документа оборота, меня поймут, насколько сейчас он изменился и стал удобнее. Вот в ИТС проф вы можете отправлять до 100 комплектов документов ежемесячно и неограниченно их получать. При этом в ИТС Техно тоже есть функционал электронного документа оборота, там на отправку 50 комплектов документов и получение неограниченное количество документов. При этом нужно понимать, что чтобы настроить сам механизм электронного документа оборота, у вас должна быть электронно-цифровая подпись. Вот электронная цифровая подпись, этот сертификат можно взять либо из 1С-отчетности, есть возможность вытащить вот сам сертификат отсюда, либо есть еще также сервис, 1С-отчетности, не видно на экране, 1С-подпись в самом конце у нас одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата, вот можете эту подпись оформить, тоже использовать ее для электронного документа оборота. То есть опять же вот этот сертификат у вас входит в ИТС-ПРОФ, в Техно он не входит, то есть если у вас ИТС-Техно и документ оборота электронный вы хотите использовать, значит где-то вам нужно взять этот сертификат, его можно либо приобрести дополнительно, либо из той системы сдачи отчетности, где вы сдаете отчетность, его оттуда взять, потому что сертификат он универсальный и в 1С возможно использовать сертификат выпущенный другими удостоверяющими центрами, такая возможность существует. Далее пользователям ИТС-ПРОФ договора доступно есть доступ полный к информационной системе 1С ИТС. Информационная система 1С ИТС это сайт, который включает в себя очень много информации, там начиная от календаря бухгалтера, заканчивая видеозаписями лекций и консультациями экспертов, там много очень справочной информации, технической информации по информационной системе ИТС, я думаю, что мы проведем отдельный вебинар, где подробно расскажем, как ей пользоваться, какая информация там есть, как сделать себе тестовый доступ, чтобы оценить объем информационной системы. мои сотрудники, когда я работала в направлении ИТС, они каждый день начинали именно информационной системы ИТС, чтобы узнать там новость, что произошло нового в жизни страны в целом, в жизни учета, в жизни бухгалтера, какие новшества, и как с этим дальше жить. Скажите, было бы интересно по информационной системе вебинар посмотреть. Напишите, да, если да, то напишите, да, я понимала, что такое нам стоит подготовить. Мы думаем по порталу и по информационной системе провести прям отдельный вебинар, как этим пользоваться. Пока не вижу, подождем, пока пойдем дальше, если да, то пишите. Далее, 1С лекторий это возможность бесплатного подключения к лекциям от 1С до 10 человек от организации. И далее просмотр записи доступен в информационной системе. Вы можете просматривать записи предыдущих периодов, но обычно важно, когда прям самый пик новый какой-то закон выходит. И в чем плюс? Потому что вы не просто в интернете смотрите записи людей, которые что-то там решили, что они правы, а 1С отвечает за качество тех лекций, которые записывает, которые проводят. Каждое слово можно ему верить и использовать в своей работе. Вот все записи выкладываются потом в информационной системе, можно их просматривать. Вот в ЭТС-Тех на такой функции нет. Участвовать в просматривать записи лектория и участвовать в самих мероприятиях. Далее отвечает аудитор и это сервис, который находится, который расположен прямо внутри информационной системы. Вы задаете вопрос и вам отвечает эксперт. То есть здесь эксперт отвечает не по функционалу 1С, а по экспертной области, юридический, бухгалтерский вопрос. Вы получаете ответ квалифицированной эксперта, который вы можете использовать хоть в суд с ним идти, но бывают трудовые споры какие-то вот, там задаются такие вопросы. ВТС Техно тоже это не предусмотрено. 1С Connect это сервис, через который, то есть приложение, через которое можно обратиться к своему партнеру, можно к вендорам подключаться, обращаться, линии поддержки подключать. И ВТС проф, ВТС Техно эта возможность есть, ВТС проф она расширенная. То есть можно подключаться к любым линиям поддержки вендоров и партнеров для двух пользователей. А ВТС Техно подключение только к линиям поддержки. Далее сервис облачный архив. По мне так я люблю этот сервис, хотя многие говорят, что он не работает, у меня как-то он всегда работал. Была ситуация, приходим в организацию и предлагаем подключить облачный архив. То есть это выгрузка по расписанию, допустим, раз в неделю у вас делается стандартно, идет 20 гигабайт дискового пространства, выгружается база данных, допустим, каждую неделю и хранится копия. Вот мы приходим и говорим, есть сервис, он бесплатный, давайте подключим. Они говорят, у нас такая система, там у нас это так закручено, заверчено, тут у нас одна копия, там другая, там третья, и мы точно ничего не потеряем, у нас все супер-купер работает. При этом там такая организация, когда мы заходим туда, там на три замка закрывается дверь, чтобы никто не вошел после нас. Все сервисно, ну и в общем ради эксперимента мы попросили проверить, когда у них делалась последняя копия, вот прямо сейчас встать и проверить. Ну в общем последняя копия у них делалась полгода назад на самом деле, потому что слетела настройка и копия не делалась. Вот так можно замечательно потерять свои данные, потерять свою базу. Если даже у вас супер-система настроена, ничто не мешает вам обученным архивом тоже пользоваться. Бесплатно входит 20 гигабайт дискового пространства дополнительно, можно еще приобрести. Ну и пользователи и тест тех, могут за деньги это приобрести. Там 10 гигабайт порядка 780 рублей стоит. Далее. Сервис 1С-линк. Доступ к двум информационным базам 1С любое количество пользователей. Как происходит доступ? То есть что такое 1С-линк? Есть сервисы типа Teamweaver, AnyDesk, когда вы подключаетесь ко всему рабочему столу. Допустим, хочет руководитель организации или водитель подразделения дать доступ к программе кому-то, какому-то сотрудникам, но не готов показывать, что у него на рабочем столе, а мало ли, что у него, какие документы. И не всегда можешь дать доступ допустим вечером, когда уйдешь с работы, кому-то ко всему рабочему столу. Можно дать доступ именно к базе, либо кто-то решает такой вопрос именно, когда нужно удаленку быстро организовать, удаленное рабочее место, человек, чтобы поработал в базе. Главное, чтобы основной компьютер был включен, к которому подключаться, то есть подключение идет именно к программе 1С, не ко всему рабочему столу. В этом основная разница. Тоже есть мнение, что он плохо работает, сервис, мы успешно подключали, успешно у нас все работало, основная проблема это то, что выключали основной компьютер. Мы вот так вывели статистику. Вот некоторые регионы у нас прям очень любят этот сервис, и мы его успешно подключаем. Сервис 1С сверка, он работает неограниченно и в техно, и в проф. Я сильно долго на нем останавливаться не буду, это сервис, который позволяет сверить быстро, вы делаете запрос прямо с программой 1С своему контрагенту, он вам реестр документов присылает, вы делаете быстро сверху. Это можно так-то и руками сделать, но вот есть такой механизм 1С, чтобы у вас не было с контрагентом расхождений. Сервис DirectBank служит для обмена с банком платежными документами, он тоже настраивается, он не там и там бесплатен сам сервис, но сама настройка она достаточно трудоемкая, она бывает занимает день-два плотной работы, когда это зависит от того, насколько банк готов общаться на эту тему, не все банки технологии поддерживают, и нужно работать именно с их техподдержкой, вот один раз настройка вот эта вот она бывает трудоемкой, но зато это имеет свой эффект, вам уже не нужно использовать какие-то внешние сервисы для обмена платежками с банком, платежными документами. Одиннадцат торговая площадка это сервис для тех, кто участвует на торгах, позволяет сделать один раз настройку и уже потом видеть все операции по торгам на единой площадке, но он такой узкоспециализированный тоже, мы обычно подробно можно какую-нибудь тему торговых площадок будем освещать, можно его прям хорошо раскрыть. Есть сервис ИДО без электронной подписи для участников бизнес-сети, этот сервис служит для обмена юридически незначенными документами, то есть какими-то такими рабочими файлами, рабочими документами, мы больше ИДО подключаем, такой вот сервис имеет место быть. Один из предприятия через интернет очень популярный сервис, то есть можно в принципе сразу, когда вы приобретаете программу, сделать выбор в сторону программы, которая находится в облаке и физически не работать в своей программе в коробке, которая локально у вас установлена. Можно же в рамках договора ИТС перейти в облако и работать, ну, ранее вы, допустим, работали на физической программе, вы решили уйти в облако, вы можете полностью перейти работать туда. Были у нас вопросы такие, если я уйду работать в облако, могу ли я работать так, что у меня половина сотрудников физически в программе работает, половина в облаке. Нет, нельзя, вы работаете в облаке, либо вы физически работаете. Тут возможность есть, пять одновременных сеансов до десяти информационных баз можно подключить по тарифу проф, тариф тех на такого нет. Про сервис 1С подпись я уже говорила, то есть это сертификат электронной подписи, который можно использовать в электронном документ обороте. Вот, тоже подключается стандартно, то есть все процедуры идентификации, все проходит как обычно при получении электронной цифровой подписи. Далее, 1С номенклатура это до 10 тысяч карточка к автоматическому заполнению из базы, общей базы 1С номенклатуры. Вот, это сейчас идет в порядке пилотного проекта, этот сервис бесплатный, далее он уже будет платный, если у вас тариф проф, это 10 тысяч карточек, если у вас тариф техно, то 5 тысяч карточек, он несложно подключается, но все-таки рекомендуем вам с партнером это делать, чтобы понимать, как сервис работает, и для чего он работает, это больше торговая организация использует. Так, ну, достаточно большой объем я попыталась вместить на вот этот слайд, конечно, сервисы многие лучше рассматривать подробно отдельно, по ЕДО мы делали полный вебинар, по информационной системе сделаем вебинар, возможно, пишите, по каким сервисам вы хотели бы получить более развернутую информацию, может, демонстрацию, как это работает, в программе 1С показать, чтобы мы взяли 2-3 сервиса и посвятили этому отдельный вебинар и развернуто показали. Вот в чате можете сейчас писать, во времени мы с вами очень хорошо уже перелимитили. Так, ну, давайте поступим следующим образом, я от вас в чате жду сейчас еще 2-3 минутки, что вы хотите, какие сервисы увидеть в более развернутых в дальнейших вебинарах, чтобы мы планировали свою деятельность, а я вам расскажу, что есть такой вот, когда вы приобретаете программный продукт, вы получаете возможность льготного сопровождения, то есть вы получаете купончик вместе с программой, и вы можете либо 3 месяца бесплатно сопровождаться, это делается специально, чтобы вы оценили сервис, чтобы вы имели возможность вообще в принципе настроить свою программу, подключить, чтобы партнер мог с вами работать, внедрить вашу систему, вот, при этом вы можете либо 3 месяца льготного сопровождения взять, либо вы можете взять со скидкой первый год обслуживания, то есть у вас будет год обслуживания по цене 8 месяцев, вот, все цены фиксированы, то есть если вы идете на рынок там, на рынок IT, франчайзи, хотите купить дешевле договора вы его дешевле особо-то не купите, потому что все цены регламентируются, компания 1С устанавливается, там, крайне редко исключение, какая-то минимальная скидка для супер случаев на торгах где-то может быть, но это прям очень большое исключение, все остальное цена везде практически одинаковая, единственное, крупные партнеры предоставляют какие-то условия, сверхусловия по сопровождению, какие-то, конечно, вещи уникальные предлагают именно в качестве фани сервиса, фани там поощрения своего любимого клиента, вот, поэтому мы как крупный партнер как раз-таки имеем такую возможность, так что будем с радостью ждать вас, если, ну, судя по тому, что было в чате, здесь не очень много пользователей договора ИТС, не так много писали, у кого договор ИТС, поэтому, вероятно, именно сейчас вам интересно, какой договор выбрать, и кому все-таки прийти, мы будем рады с вами пообщаться, рассказать о возможностях договора ИТС, и сделать какое-то выгодное для всех предложение. Вопросиков в чате не вижу пока, по контактам, которые у нас сейчас указаны на экране, вы можете обращаться по всем вопросам на почту, на телефон, запись вебинара будет выложена, и вам на почту тоже придет информация итоговая по поведению вебинара. Всем желаю тогда хорошего дня, всем спасибо за активность, за ваши вопросы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok